Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши друзья, на просторах ютуба мы открыли наш резервный канал Цейхгаус Арсенал. Чтобы не потеряться при форс-мажорных обстоятельствах, связанных с ютубом, подпишитесь на резервный канал. Ссылочка в описании. Использование, причем удачное использование гражданской машины на войне, редкость, почти исключение. Противоборствующие стороны понимали, что быть эффективным, а главное живучим, автомобилю требуется хоть какое-то бронирование. Скажем, англичане уже в первые месяцы войны оснастили несколько легковых тальботов бронелистами. Машины, приписанные к авиационно-морскому военному ведомству, использовались во время французской кампании как штабные и связные автомобили. Впоследствии некоторые из так называемых адмиралтейских тальботов усилили пулеметным вооружением. Массовое применение автомобилей уже в первые военные месяцы привело к массовым проблемам. Машинам требовалось топливо. Вернее, много топлива. И расходники. Много расходников. Особенно тяжелая ситуация складывалась с шинами. Промышленность не успевала в полном объеме обеспечить покрышками все армейские автомобили. Поэтому многие машины либо вставали на прикол, либо получали эрзац шины. Именно тогда немцы достаточно активно использовали так называемые пружинные колеса. Представляете, какую плавность хода обеспечивали такие покрышки? Но лучше все же плохо ехать, чем хорошо стоять. В Первую мировую главной транспортной единице армии еще оставалась лошадь. Ее судьба, впрочем, была уже предрешена. Мало-помалу войска пополнялись грузовиками, в том числе и полноприводными. Такими, например, как знаменитый Джеффри Куат. Изначально этот американский грузовик создавался не для военных действий, а для эксплуатации в тяжелых дорожных условиях. Но полный привод и надлежащая конструкция сделали Куат прирожденным воякой. Всего в войсках Антанты и ее союзников несло службу несколько тысяч грузовиков Джеффри Куат. Причем положительный опыт эксплуатации машины в дальнейшем подтолкнул американцев к идее создания многоцелевого полноприводного вездехода, а проще говоря, первого джипа. Еще одним героем войны стали гусеничные тракторы американской фирмы Holt Manufacturing Company, активно применявшиеся для буксировки тяжелой артиллерии. Уже в 1916 году в составе английских и французских частей числилось около тысячи тракторов Holt 75 и Holt 120. Эти модели различались не только мощностью бензинового двигателя, цифры в названии указывают на количество лошадиных сил, но и системой управления. Более тяжелому Holt 120 в маневрировании помогало дополнительное переднее колесо. Кстати, основатель компании Бенджамин Holt уже после войны получил публичное признание от командования союзников за весомый вклад в победу. В армиях Тройственного союза служили и более диковинные машины. Взять хотя бы тягач-генератор Austro Daimler M16. По сути, перед нами один из первых в мире гибридных грузовиков. Бензиновый мотор передней части тягача заряжал аккумуляторы, от которого питались 8 ступичных электромоторов тягового прицепа. Классический пример последовательного гибрида. Бензиново-электрический тягач Austro Daimler мог буксировать грузом массой свыше 25 тонн. Кстати, принцип действия M16 вовсе не случайно напоминает первый гибридный автомобиль мира, небезызвестный Леонер Порше Миксты. Ведь в годы Первой мировой Фердинанд Порше как раз и являлся главным конструктором Austro Daimler. Тягач M16 тоже его работа. Битва при Вердене – одна из самых кровопролитных и длительных за всю Первую мировую. И одна из тех, где автомобили сыграли ключевую роль. В феврале 2016 года после успешного наступления немцев союзные войска оказались в критической ситуации. Но французы опять прибегли к испытанному еще при Марском сражении средству. По единственной неконтролируемой немцами дороге свыше 6 тысяч грузовиков и легковушек перебросили к Вердену войска с других участков фронта. За какую-то неделю с помощью автотранспорта на передовую стянули около 190 тысяч солдат и 25 тысяч тонн грузов. Наступление немцев удалось остановить. Несмотря на подвиги такси, грузовиков и тягачей, самыми важными участниками боевых действий должны были стать бронемашины и танки. Считается, что первый бронеавтомобиль – заслуга английского инженера Фредерика Симза. Еще в 1902 году он представил боевую машину на шасси английского Дамблера. Пулеметное вооружение, толщина брони до 6 мм, 16-сильный мотор, позволявший развивать максимальную скорость порядка 14 км в час. Не так уж и кисло для начала века. Правда, Симс Варккар создавался для англо-бурской войны в Южной Африке, но был построен уже после ее окончания. Ко времени начала глобального военного конфликта на вооружении противников появилось множество более современных конструкций. Одним из самых известных бронеавтомобилей Первой мировой стала машина Роллс-Ройс. Невероятно выносливое шасси, достаточно мощный двигатель и феноменальная надежность базового Роллс-Ройс 40х50 HP, более известного по имени Сильвер Гёст, делали машину идеальным объектом для боевой трансформации. На фронт поступило с полдюжины военных модификаций Роллсов, от простенькой модели 14-го года с бронированными боковинами, но с открытым верхом, до полностью закрытых вариантов с башней. Кстати, некоторые из бронеавтомобилей принимали участие даже в сражениях Второй мировой войны. В начале 20-го века автомобили, ныне забытой бельгийской марки Минерва, вполне успешно конкурировали с моделями Роллс-Ройса. Неудивительно, что и на базе бельгийцев строили годные бронеавтомобили. Стандартное шасси Минерва 16CV со сдвоенными задними колесами надстраивали 4-х миллиметровым бронированным корпусом. Первоначально броневик выпускался без башни. Пулеметчика от вражеского огня прикрывал только небольшой броневой щиток. Позднее Минервы стали оснащать полностью закрытые башни. В любом случае, выпуск бельгийской бронетехники продолжался недолго. До того, как завод Минерва захватили немцы, успели собрать лишь 35 экземпляров. На момент начала войны Италия считалась союзником Германской империи и Австро-Венгрии. Однако в боевые действия не вступила, объявив нейтралитет. Более того, в 1915 году Италия кардинально сменила курс, встав под знамена Антанты. Так что итальянские броневые автомобили Lancia 1Z воевали уже против немцев и Австро-Венгров. Построенную на шасси грузовика Lancia Z, эту машину можно считать одной из наиболее удачных конструкций своего времени. Хорошее бронирование с рациональными углами наклона передних бронелистов, достаточно мощное вооружение, включавшее три пулемета и стальные рельсы с резаком для преодоления заграждений из колючей проволоки, Наконец, добротные ходовые качества донорского шасси сделали бронелянчу надежным, эффективным и долгоиграющим оружием. Окончательную службу 1Z и ее модификации закончили лишь в 1945 году. Отечественные конструкторы также внесли существенный вклад в развитие бронеавтомобилей. Один из самых удачных примеров пушечного броневика Первой мировой – русский Гарфорд Путилов. Машина, разработанная генерал-майором Николаем Михайловичем Филатовым, базировалась на шасси американского грузовика «Гарфорд». А ее выпуск наладили на Путиловском заводе в Петрограде. Отсюда, собственно, и название. Гарфорд не поражал маневренностью и скоростью. Возможностей 30-ти сильного мотора тяжелому бронеавтомобильному траку явно не хватало. Зато эффективная противопульная защита и более чем серьезный арсенал, включавший помимо пулеметов еще 76-мм пушку системы «Данглис» Шнейдер, позволяли экипажам подавлять хорошо укрепленные боевые точки противника, оставаясь неуязвимым для неприятельского огня с кинжальной дистанцией. Подавляющее большинство бронеавтомобилей Первой мировой были моноприводными. Однако инженерная мысль вовсю дарифовала в сторону более эффективного полного привода. Весьма удачный пример такого броневика – немецкий «Эрхард». В отличие от большинства одноклассников, его построили на специально разработанном, а не позаимствованном у гражданской машины шасси. Отсюда у «Эрфорта» Э-дропе V4 удачная развесовка и более рациональная компоновка боевого отделения. В плюсах машины и полноприводная трансмиссия, и весьма мощный по тем временам 85-сильный мотор, обеспечивавший уверенную динамику с максималкой до 60 км в час. К минусам можно было отнести разве что раздутый экипаж – аж в 10 человек. Каждый из трех пулеметов обслуживали двое – стрелок и заряжающий. Впрочем, силу ряда причин массовой боевой единицей эффективные «Эрхарды» так и не стали. Общий тираж модели не превысил 20 экземпляров. Поистине смертельной проблемой для пехоты Первой мировой стали редуты колючей проволоки, которой часто крепилась и взрывчатка. Вот почему преодоление колючей проволочных преград стало первостепенной задачей для лучших умов эпохи. Одним из предложенных решений проблемы стала машина инженера Луи Буаро. По сути, эта 30-тонная конструкция представляла собой шестисекционную гусеницу из палинских размеров, внутри которой располагалась моторизованная тележка. Она двигалась внутри гусеницы и буквально проталкивала ее вперед. По идее создателя, эта удачная конструкция могла преодолевать бреши в проволочных заграждениях, открывая проходы для пехоты. Но то в теории. На практике же машина Буаро отличалась невероятной медлительностью. Максимальная скорость всего 3 км в час. Хуже того, самоходная гусеница не могла изменять направление движения на ходу. Это обстоятельство полностью дискредитировало здравую, в принципе, идею французского инженера. Продолжение следует...